Уважаемые коллеги, судорожное состояние и эпилептический статус в отделении реанимации является актуальной проблемой. Основная наша задача – купирование судорог, чем раньше, тем лучше, так как даже короткий судорожный эпизод может привести к подъему внутричерепного давления и воздействию вторично повреждающих факторов на мозг. В нашей лекции мы также рассмотрим протокол лечения эпилептического статуса и проблему бессудорожных приступов. Начнем с истории вопроса. Известно, что Гиппократ еще в 400-х годах до н.э. в своем трактате «Священные болезни» писал о том, что эпилепсия – это болезнь головного мозга, вызванная естественными, а не сверхъестественными причинами. Роланд в 1580 году впервые описал малый припадок. Роберт Тодд в 1856 году описал фокальный эпилептический припадок и ввел понятие эпилептической гемиплегии. Поль Брака в 1861 году предположил, что одна область коры левого полушария большого мозга связана с речью. Джексон в 1870 году описал этиологию эпилепсии, и его исследования легли в основу современной классификации эпилепсии. Основоположником клинической электроэнцефалографии является Ганс Бергер. Он был председателем психиатрической клиники в Венском университете. В 1929 году вышла его работа, посвященная спонтанной электрической активности мозга человека. Известно, что причиной судорожных припадков является пароксизмальная синхронизированная взрывная электрическая активность нейронов. Существует концепция генерализации активности, по которой разряд в коре, упроводящий таламокортикальной системе, через интраламинарные ядра таламуса мгновенно и синхронно захватывает обе гемисферы. В отношении биохимии причиной пароксизмальной активности является дисбаланс между тормозящими гамг и возбуждающими глутамата спартат аминокислотами. По классификации приступы делятся на парциальные, которые проявляются моторными, сенсорными, вегетативными, зрительными, слуховыми, обонятельными, вкусовыми, психическими нарушениями. И генерализованные, к которым относятся абсансы, миоклонические приступы, клонические, тонические, тоникоклонические и атонические приступы. Известно, что нейрохирургическое вмешательство, травма может явиться причиной формирования очага патологической активности клеток мозга с формированием различных типов приступов с частотой от 5 до 17%. Показанием к назначению терапии в отделении нейро-реанимации является наличие продолженной эпилептифорной активности на электроэнцефалограмме, появление парциально генерализованных приступов, серии приступов эпилептического статуса. Цель терапии – купировать судороги эпилептифорной активности на электроэнцефалограмме. Начинаем с внутривенного введения препарата, добиваясь быстроты действия, в сочетании с энтеральным путем добиваясь длительности действия. Профилактическое назначение антиконвульсантов носит индивидуальный характер. У больных в первые 7 суток после черепно-мозговой травмы оперативного удаления полушарной опухоли предпочтительно фенлепсин-ретард. В связи с пролонгированным действием и отсутствием провала в концентрации. В начальной дозе 10 мг на килограмм в сутки в 2-3 приема. Если судороги возникли впервые и купировались самостоятельно, то после проведения компьютерной томографии планово назначаем больному один из базовых препаратов. Фенлепсин – 10-30 мг на килограмм в сутки или допакин. При выявлении по данным электроэнцефалограммы генерализованной активности или недифференцированных судорог. А также в детской практике в начальной дозе 10-15 мг на килограмм в сутки детям до года допакин сироп в 3 приема. При длительном применении необходимо контролировать уровень тромбоцитов в крови и печеночных ферментов. В нашем отделении был создан протокол лечения эпилептического статуса на основе колумбийского протокола. Основной принцип – судороги должны быть купированы как можно раньше. Препаратом первого выбора на настоящий момент является диазепам. Детям до месяца – 0,1-0,3 мг на килограмм. Дети от месяца до 5 лет – 0,05-0,3 мг на килограмм. Старше 5 лет – 0,05-0,03 мг на килограмм. Взрослым – 0,15-0,4 мг на килограмм. Возможно капельное введение – 0,1-0,2 мг на килограмм в час. Если судороги не купировались в течение 10 минут, то по протоколу следует выполнить интубацию трахии и одну из четырех опций. Первое. Вводим дормикум из расчета 0,2 мг на килограмм внутривенно и повторяем болезненно каждые 5 минут до прекращения судорог. Или начинаем непрерывную инфузию до 1 мг на килограмм в минуту. Если судороги не купируются к терапии, добавляем пропофол или теопентал. Если мы выбираем пропофол в дозе 1 мг на килограмм, повторяем болезненно через каждые 5 минут до прекращения судорог или вводим через перфузор 2 мг на килограмм в час. Конвулекс. В нашем отделении мы все чаще выбираем инъекционную форму конвулекса, так как он не вызывает седацию больного и мы можем контролировать его уровень бодрствования. Начинаем с 15 мг на килограмм за 5 минут. Если судороги продолжаются, начинаем инфузию со скоростью 1 мг на килограмм в час. Если судороги опять продолжаются, добавляем к терапии дормикум или пропофол. Последняя опция. Теопентал. У детей доза составляет 2-3 мг на килограмм, у взрослых 100-250 мг. Если судороги не купировались в течение 60 минут, начинают внутривенную инфузию в дозе 1 мг на килограмм в час для создания феномена вспышки подавления. На электроэнцефалограмме под обязательным контролем и эго-мониторинга. Но кроме судорог, выявляемых клинически, существует понятие о бессудорожных приступах, бессудорожном статусе. Когда мы либо не видим клинических проявлений судорог, либо они минимальны. Это состояние может явиться причиной нарастания очаговой общемозговой симптоматики вплоть до развития комы. Так профессор Майер в 2007 году на конференции в Брюсселе обозначил значимость этой проблемы. Что же такое неконвульсивный эпилептический статус? Понятие о нем было введено более 30 лет назад. И наиболее точное определение представлено на данном слайде. Оно включает в себя клинически выявляемые изменения уровня сознания, наличие эпилептиформных изменений по данным электроэнцефалографического мониторинга и положительный эффект от проводимой противосудорожной терапии в виде нормализации электроэнцефалограммы и исчезновения клинической симптоматики. Частота встречаемости различна у различных авторов от 7,8 до 10,5 в отдельных случаях до 89%. У пациентов с церебральной патологией частота выше. Причиной неконвульсивного эпилептического статуса является феномен расширенной кортикальной деполяризации, распространяющейся со скоростью 2-3 мм в минуту по всей поверхности с последующей гиперемической реакцией. Этот феномен встречается у 50% больных с черепно-мозговой травмой и у 50-70% больных с инсультами. Единственным методом установить наличие патологической активности является проведение электроэнцефалографического мониторинга. Представляем вашему вниманию клинический пример. Пациент с 6 лет с диагнозом экстра-интравентрикулярная краниофаренгиома при поступлении в институт у него отмечалась гипертензионная симптоматика в виде головной боли, рвоты, хиазмального синдрома в виде снижения зрения на оба глаза, ожирение второй-третьей степени. В результате было проведено оперативное вмешательство транскраниальное удаление опухоли. Послеоперационный период протекал со сложнениями введений сахарного диабета и гипернатриемии. На фоне заместительной терапии состояние стабилизировалось с последующей выпиской из института. На компьютерной томографии при выписке выявлялись незначительные по объему неудаленные петрификаты и киста опухоли, расположенные ретро-хиазмально. Ухудшение состояния возникло через 4 месяца после первой операции в виде гипертермии, снижения зрения, сонливости. В результате выявлено увеличение кистозной солидной части кранинфарингеома, наличие субдуральной гидромы, компримирующей правую лобную долю. Произведена была повторная операция удаления кранинфарингеома и экстравентрикулярной локализации больших размеров гидромы, которая была старой субдуральной гематомой. В раннем послеоперационном периоде отмечалось улучшение общего состояния. Ребенок стал ходить, возрос уровень спонтанной активности. Спустя месяц после повторной операции ребенок на тот момент находился в клиническом отделении. Возникло ухудшение состояния, постепенное снижение уровня сознания до сопора. Ребенок был переведен в отделение реанимации, где была начата искусственная вентиляция легких. Несмотря на проводимую терапию, состояние продолжало ухудшаться. Развелось коматозное состояние, нарос орально-стволовый синдром, участились вегетативные реакции, эпизоды децеребрационной ригидности, мелкоразмашистый тремор в конечностях, не купировавшийся введением реланиума. Начат поиск возможных причин. Выполнена компьютерная томография головного мозга, на которой выявлено увеличение размеров желудочков. Было произведено наружное дренирование с измерением внутричерепного давления. В ходе мониторинга оно не превышало 12-16 мм штутного столба. В среднем 4-10. Установлен вентрикулоперитониальный шунг низкого давления, тем самым исключен фактор нарушения реликвароциркуляции и повышения внутричерепного давления, как причина тяжелого состояния. Умеренные электролитные нарушения в виде повышения натрия до 147-150 были скомпенсированы использованием минирина. Была произведена запись электроэнцефалограммы в течение 10 минут. На фоне дезорганизации корковой ритмики типичной эпилептиформной активности не было выявлено. Состояние оставалось тяжелым. Сохранялись вегетативные пароксизмы в виде тахипноид, тахикардии, гипергидроза, гипертермии до 39 градусов. Для исключения инфекционно-воспалительных осложнений были проведены посевы ликвара, крови, мочи. Выполнен рентген легких, патологических изменений не было выявлено. Системные маркеры воспаления оставались в пределах нормы. Причины комы оставались нам неизвестными. Принято решение о проведении ЭГ-мониторинга в записи электроэнцефалограммы в течение 2-3 часов. Исследование обладает максимальной информативностью при различных вариантах судорожных и бессудорожных состояний, так как по данным Броджи эпилептические приступы в операционном периоде после удаления коронюфарингеом выявляются в 6% наблюдений. По результатам ЭГ-мониторинга была выявлена продолженная в виде электрического статуса эпилептиформная активность в лобно-височных отведениях справа. Назначена противосудорожная терапия Депахинхрона в дозе 1000 мг на кг в сутки и клонозепам 1 мг в сутки. В течение последующей недели на фоне проводимой терапии регрессировали двигательные в виде тремора и вегетативные пароксизмы. Через 2 недели у ребенка появилось спонтанное открывание глаз и фиксация взора. На фоне повышения уровня бодрствования была прекращена искусственная вентиляция легких, пациент переведен на самостоятельное дыхание с последующим переводом в клиническое отделение, где была начата активная реабилитация. При проведении эго-мониторинга через 2 недели после начала терапии отмечается редукция эпилептифорной активности и появление физиологических паттернов. Ребенок был выписан из стационара на 90-е сутки после операции, то есть через 2 месяца после начала адекватной противосудорожной терапии. При контрольном электроэнцефалографическом исследовании при выписке эпилептифорной активности не выявлялась. В приведенном клиническом наблюдении скрытая эпилептическая активность явилась причиной коматозного состояния у нашего пациента и назначение адекватной противосудорожной терапии позволило восстановить нормальный уровень бодрствования и выписать ребенка из клиники. Таким образом, проведение ЭЭГ-мониторинга даже в течение 1-2 часов обосновано у всех пациентов в отделении нейро-реанимации в бессознательном состоянии после удаления опухолей мозга других тяжелых церебральных катастроф, черепно-взговых травм, анафризматических субархноидальных кровоизлияний, нейроинфекции. Спасибо за внимание, уважаемые коллеги. Я желаю вам успехов в работе.